Уважаемые братья, в дни Курбана, со дня Арафата, остальные дни Идуль-Адха, в дни Ташрика, после того, как мы завершали с вами намазы, обязательные молитвы, мы с вами произносили такбираты Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ла Илляхи Илля Аллах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Валиллахи Аль-Хамд. Как только наступили первые декады месяца Дуль-Хиджа, в любое время, когда у нас была возможность произносить такбираты, мы с вами произносили. Бывает такое, что человек эти такбираты произносит во время дни Дуль-Хиджа, потом забывает и задается вопросом, почему именно эти такбираты мы произносим в дни Дуль-Хиджа, почему именно в Курбан-Байрам, это сыга именно такого вида такбираты, восхваления Аллаха, мы не произносим во время Рамадана, а произносим во время Курбана. Хотелось бы вернуться в историю и напомнить нам, откуда пришли к нам эти такбираты, и это связано с днями Хиджа, связано с пророками, которые были до пророка Мухаммада, напомнить историю, вкратце, двух пророков, отца и сына, и провести параллель с другим пророком и с его сыном. Ибрагим, алейсалям, вы знаете, то, что просил у Аллаха, субхану ва теаля, дуа, Рабби хабли минас салихинь, у Аллаха, даруй мне праведных детей. Мы знаем то, что у Ибрагима, алейсалям, не было детей, восемь-шесть лет у него не было детей, и он просил дуа, Рабби хабли минас салихинь, это тоже дуа, ученые говорят тем людям, кому Аллах еще не дал детей, их супруги не могут забеременеть или бесплодие, то просите эту дуа искренне на сердце, Рабби хабли минас салихинь, у Аллаха, даруй мне праведных детей. И именно не просто ребенка просил, а праведного ребенка просил Ибрагим, алейсалям. Всевышний Аллах говорит, мы его обрадовали добрым мальчиком. Исмаил, алейсалям, не просто был ребенком, а был халим. Так как он просил праведного, Аллах даровал ему праведного. Это очень важно, просить у Аллаха праведных детей, чтобы дети были на пути Аллаха, чтобы дети изначально просить еще, даже если человек еще не женатый, перед свадьбой даже, чтобы у меня все равно были дети праведные, не ослушивались тебя, не делали грехи, которыми ты не довольствуешься. Сколько, субхану Аллах, бывает испытаний, Аллах испытывает родителей, детьми, когда они ослушиваются Аллаху, субхану Аллаху, поэтому мы должны просить у Аллаха праведных детей, чтобы Аллах вселил в их сердца праведность, покорность Аллаху, субхану Аллаху, субхану Аллаху. Аллах обрадовал его Исмаилем, алейсалям. И когда настигл возраст, когда он дожил до возраста, примерно 8-9 лет, он говорит, о, сыночек, обращается к своему сыну, ябуней, о, сыночек, уменьшительно, ласкательный. И здесь тоже ученые говорят, что мы должны обращаться к своим детям красивыми именами, красивыми словами. И смотрите, какое отношение между сыном и отцом. Какая вот дружба между отцом и сыном. И это обучает нас религия Аллаха, субхану Аллаху, субхану Аллаху, субхану Аллаху. Отец должен спрашивать мнение своего сына. Даже если он маленький, 8-9 лет, мы должны общаться со своими сыновьями, чтобы он тоже мог свою мысль высказать нам, чтобы свое мнение мог сказать. И так мы должны общаться со своими сыновьями. Он что отвечает ему? Вот этот халим, вот этот воспитанный, праведный сын. Тоже обращаясь, о, папочка. Не просто отец, о, папочка. То есть в арабском языке, когда ты любишь уменьшительно, ласкательно, о, папочка. У каждого, наверное, в народе есть такое, какое-то вот, как обращается сын к своему отцу, с добротой, с любовью. Вот так он обратился к своему отцу. И это указывает то, что близкая связь была. Представляете, 8-6 лет он ждал ребенка, Аллах дал ему через 8-6 лет. Вырастил 8-9 лет. Самые такие прекрасные годы жизни, когда ты играешь своим сыном, он тебя радует, он привязан к своему отцу. То есть вот такая была любовь, вот такие были дружеские отношения между отцом и сыном. Но в этот момент Аллах, смотри, из этой истории показывает то, что эти люди Аллаха любили больше, чем создание Аллаха. Как бы он не любил своего сына, Аллаха он больше, Ибрагима алейсалям, любил. Как бы сын не любил отца, Аллаха он больше любил. И как отвечает, Аллах вселил, дал ему этот хильм, дал ему вот эту доброту, дал ему понимание религии. Он праведный в 8-9 летнем возрасте. О, папочка, делай. Делай то, что приказано тебе. Он не побежал жаловаться маме, плакать. Куда меня отец зовет, принести жертву. Он не начал спорить с отцом, не убежал от него. Делай то, что приказано тебе, Аллахом. Инша Аллах, ты меня застанешь из терпеливых. Инша Аллах, ты меня заставишь из терпеливых. Как было тяжело это, несмотря на все это, было тяжело привести отцу своего сына и принести его жертву. Но он Аллаха больше любит. И ребенок его Аллаха больше любит. Всевышний Аллах говорит в Куране, когда они оба покорились Аллаху, и он уже положил его на бок, чтобы приносить жертву. И тут услышал голос Аллаха. О, Ибрахим, я Ибрахим. Ты был правдив, ты ответил, я тебя проверил. Аллах показывает нам, что не хотел приносить жертву человека. Нет, не хотел пролить кровью человека. Нет, всего лишь испытать я тебя хотел. Проверить, искренне ли ты меня любишь или нет. Ты говоришь, ты ко мне обращался, ты меня любишь. На словах или на делах? Я хотел тебя проверить. Больше ты любишь того, кто тебе даровал подарок или сам подарок? Проверить тебя хотел. Ты больше любишь то, что желает твоя душа или то, что я хочу? Ты прошел испытание. Тут же в этот момент Аллах посылает ангела Джибраиля, алейсалям, с небес, со словами Аллаху акбару, Аллаху акбару, Аллаху акбару. Со словами Аллаху акбар, Аллаху акбару, Аллаху акбару. Говорится в риваятах то, что барашек будет откормлен в джанна, в раю, 40 лет. Ибрахим, алейсалям, когда увидел, понял, что не нужно приносить жертву своего сына. И увидел этого барашка, обрадовался и говорит Нет у Господа достойного поклонения, кроме Аллаха. Аллах великий. И табиху Исмаил, Исмаил алейсалям, обрадовался и говорит Аллаху акбару, Аллаху акбару, Аллаху акбару, Аллаху акбару. И вот так, когда человек хаджи кидает в шайтан, то же самое, что повторяли пророки Исмаил алейсалям, тем самым напоминает, что шайтан да ив, шайтан слабый. Козни шайтана, они слабые, это говорит о Иблисе, а что о других маленьких шайтанчиках говорить. И верующий человек намного сильнее и не должен поддаваться на протяжении своей жизни, не должен идти на поводу шайтана, а должен быть сильнее шайтана. Проявляясь муджахада дырды шайтан. И вот здесь мы, вот эта история от Ибраиля алейсалям, Ибрахима алейсалям, Исмаила алейсалям, они трое произнесли этот акбир в эти дни, в дни Курбан-Байрама, и мы повторяем тоже сунду повторять по три раза. Курбан-Байрам. Продолжение следует...